Если вы решили продвигать свой сайт не в Рунете, а скажем, в Англии, Франции или в США, то все привычные SEO-сервисы, которыми вы ранее пользовались, могут быть просто вам бесполезны. Да, вы все еще можете использовать планировщик ключевых слов, но такие сервисы, как Яндекс.Вордстат, Кейколлектор и даже Сербстат будут скорее вам мешать, чем помогать. Но и для Рунета у вас может стать вполне непосильная задача, как оценить бэклинки по всем сайтам и по всем сайтам конкурентов, и как грамотно выстроить стратегию продвижения. Здесь вполне есть очевидное решение – Ahrefs, и мы сегодня будем обозревать этот сервис. Если же вам нужно отследить бэклинки вашего сайта, оценить позиции конкурентов, а также отследить бэклинки ваших конкурентов и составить стратегию продвижения, то по всем этим параметрам Ahrefs является бесспорным лидером. Также для сбора семантического ядра на англоязычном сегменте и также сбора контент-менеджеру на англоязычном сегменте, да и на любом другом языке Ahrefs является незаменимым SEO-инструментом. Меня зовут Николай Шмичков, и в этом обзоре я сегодня расскажу, как правильно пользоваться Ahrefs. А в частности, мы сегодня рассмотрим следующие вопросы. Во-первых, как при помощи Ahrefs собрать семантическое ядро для вашего сайта, вне зависимости, на каком он у вас языке. Во-вторых, как отследить позиции вашего сайта и ваших конкурентов, а также отследить ссылки ваших конкурентов и составить стратегию продвижения. А в-третьих, это создать текзе-контент-менеджеру для написания статей для вашего блога и недостающего контента на вашем сайте, вне зависимости, на каком языке вы продвигаетесь. И это все не только для Рунета. Расскажу вам немножко истории Ahrefs. Сервис первоначально был предназначен для анализа поисковой выдачи и сбора информации по бэклинкам. Сходный, казалось бы, с таким сервисом 7Rush и ранее рассмотренный нами Serpstat, он немного более заточен под ссылки и англоязычных сегмент. По техническим характеристикам, среди всех же его аналогов, нет такого, который бы его превосходил. Тут есть органическая выдача по 250 миллионам ключевых слов по США и более 100 миллионов по другим стравам. 3 миллиарда ключевых слов в базе. Это количество постоянно растет. От 4 до 6 миллиардов ссылок сканируется каждый день. Уже в базе 13 триллионов ссылок, 200 миллионов доменов и количество растет тоже каждый день. Техническое ядро сервиса на 38 тысяч ядер, хранилище на 60 петабайт информации. Внушительный сервис и дает внушительные результаты. Итак, перейдем. Что с ним можно делать? Начнем в первую очередь с семантического ядра. Семантическое ядро собрать достаточно легко. Просто перейдите в раздел Keyword Explorer, введите ваше ключевое слово или список слов и скачайте три файла результата. Варианты с теми же словами, слова которые тоже ранжируются, здесь будут наши вероятные синонимы. А также скачайте предложение поиска. Скаченные списки сохраните. Затем выберите сайт Explorer и по очереди вставьте в свой сайт и сайты наиболее близких конкурентов. Скачайте результаты по выдаче. Готовые списки объедините в один. Затем просмотрите структуру сайтов и выпишите обязательные слова, которые должны присутствовать в вашей семантике. Также выделите те слова, которые вам не нужны, в список минус-слов. Теперь мы его кластеризуем. Здесь мы покинем сервис Ahrefs и откроем наш кластеризатор. Добавьте собранный список ключевых слов, скопируйте две колонки, ключевое слово и частота. Заполните минус-слова, синонимы и обязательные слова теми словами, которые мы нашли. Готовый список сохраните в Excel и распределите по релевантным страницам. Семантическое ядро готово буквально за 20 минут. Окей, мы собрали семантическое ядро. Теперь переходим к стратегии продвижения сайта. Стратегия продвижения сайта будет делаться немножко сложнее. Стратегия продвижения вашего сайта строится на четырех этапах. Нужно изучить позиции ваших конкурентов, по каким ключам они занимают топ. Нужно выделить страницы лидера у конкурентов, чтобы адаптировать свой контент. Нужно выделить темпы наращивания ссылок вашими конкурентами. И нужно оценить типы площадок, где размещаются ваши конкуренты и какой контент они размещают. Сначала отследим позиции. Закинем все сайты в сайт-эксплорер по очередью. Ставьте ссылку вашего конкурента, выберите нужную страну и перейдите в раздел «Позиции в органике». В готовом файле у нас будут те ключи, которые имеют максимально потенциальный трафик. Файл скачать можно непосредственно здесь. Сами изучите все позиции, выберите те ключи, которые вам нужны. Чаще всего ваши конкуренты в первую очередь будут ранжироваться по так называемым брендовым запросам. Мы рекомендуем их в Excel непосредственно сразу почистить. Оставьте только те ключи, в которых брендовый запрос не встречается. После анализа семантического ядра мы определили те ключевые слова, на которые, наверное, продвигаются наши конкуренты. Так ли это? Давайте проверим. Сейчас перейдем к анализу наших бэклинков. Заходим в сайт-эксплорер и открываем вкладку «Бэклинки». Выбираем новые бэклинки, выставляем одну ссылку на один домен и выбираем диапазон в 30 дней. Мы увидим, что список достаточно сократится, но он все равно достаточно большой. Готовый список скачиваем в Excel. Теперь наша задача отсечь некачественные ссылки. Используем обычные фильтры в Excel и отсекаем ссылки, в которых URL-рейтинг ниже 10. В результате получаем свежие актуальные ссылки вашего конкурента. Но это еще не все. Следует отсечь из этого списка нетематические ссылки. Обычно это ссылки каталогов, ссылки SEO-сервисов и тому подобного. Их найти можно и их можно удалить. Итак, темпы мы оценили, позиции оценили. Теперь нужно дорабатывать наш контент. Итак, мы установили ссылочный профиль вашего конкурента. Мы знаем, сколько ссылок делает ваш конкурент, какого они качества и какие из этих ссылок есть естественные. Третьим этапом анализа конкурентов будет анализ контента. Да, мы уже проанализировали ключевые слова, проанализировали ссылки, но гарант SEO-продвижения это контент. Для анализа контента переходим к разделу топ-страницы в сайт-эксплорере. Вбиваем нашего конкурента. И мы видим те страницы, по которым наш конкурент получает максимальный трафик. Дальше дело техники. Изучить страницы, просмотреть контент на них и дописать свой. Итого мы собрали темпы наращивания ссылок, ключевые слова, по которым можно продвигаться. И также техник задания контенту, по которому нужно дописать наш контент. Что же мы упустили? Именно это и называется упущенная семантика. И да, сервис Ahrefs умеет это искать. Для этого просто перейдите в Keyword Explorer, вбейте в вами найденные ключи, либо проанализируйте ключи в сайт-эксплорере по тем страницам, по которым вам нужно написать контент. Изучите ключевые слова и напишите контент, основываясь на этих страницах. Окей, контент у старого сайта улучшен, страницы переписаны, но также сайт не продвигается, нужно же постоянно что-то писать новое. И здесь Ahrefs нам поможет. Как вы думаете, чем Ahrefs может помочь блогеру? А он прекрасно ему помогает. При помощи него можно искать контент для блога, в частности новый контент. Да, его функционал Content Explorer достаточно мощный, чтобы слегкать соцсеть по ключевым параметрам те сайты, на которых по данному ключевому слову только что опубликовали контент. Ключевые слова мы возьмем из первых двух этапов сборки семантического ядра и оценки упущенной семантики. Отфильтруем по ним контент. Я рекомендую отфильтровать за последний месяц страницы с трафиком не меньше 100, а в которых в контенте встречается от 1000 до 5000 слов. Затем дайте этот список вашему копирайтеру вместе с ключевыми словами. И пусть он напишет статью, которая будет лучше, чем эти статьи для вашего блога. У HRF есть множество возможностей, которые мы, вероятно, не успеем рассказать в этом видео. Но я расскажу вам про один очень удобный сервис, которым мы регулярно пользуемся. Данный сервис применим для англоязычного и русскоязычного сегмента и называется сервисом пакетной проверки ссылок. При помощи сервиса пакетной проверки вы сможете проверить за один присест до 200 ссылок, получив рейтинги данных ссылок, данные по органике, по бэклинкам на них. Данный сервис гораздо лучше, чем такой же сервис CheckTrust, потому что он дает большие характеристики, а не какие-то физически непонятные параметры. Второй способ – это установить приложение для хрома. Мы ранее рассказывали про наш калькулятор поиска блогов и каталогов, который используется для поиска потенциальных мест размещения для вашего сайта. Так, с плагином от HRFs вы будете легко видеть в выдаче нужные показатели рейтингов домена и ссылок. А при заходе на сам сайт в удобном окне будут отображаться все показатели без необходимости перехода на сайт HRFs, что колоссально экономит время. Ключевой особенностью HRFs является в первую очередь поддержка таких рынков, как США, Европа, Азия, Австралия, Африка и даже наша Россия и Украина. Да, на сегодняшний день сервис HRFs является беспрецедентно лучшим сервисом по анализу ключевых слов и ссылок на англоязычном сегменте. Оговорочка и не только на английском, он прекрасно ищет по-русски и на всех других языках. Ставьте лайк под этим видео, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Также расскажите, какими сервисами вы пользуетесь в комментариях, мы тоже сделаем на них обзор, если эти сервисы достаточно интересны. А также не забывайте просмотреть те утилиты, которыми мы пользуемся, по этим ссылкам, которые указаны в описании. До новых встреч!